Сможете ли вы, смотря на эти три фотографии, ответить на вопрос, какие ногти сделаны у мастера за 1500 рублей, какие за 4500, а какие за 8500 рублей? Всем привет, меня зовут Эвелина, и я сделала одинаковое покрытие, наращивание и дизайн за разную стоимость. За 1500, 4500 и за 8500 рублей. Дебетовая карта Тинькофф Блэк в космическом дизайне от Лэзи Сквер, кэшбэк за покупки до 30% настоящими рублями, доход до 7% годовых на остаток по счету, а наличные можно снимать в банкоматах Тинькофф бесплатно, а также переводить деньги по номеру телефона через систему быстрых платежей без комиссии. Оформи космическую карту по ссылке в описании и начинай экономить и зарабатывать прямо сейчас. Я бы очень хотела сказать, что при создании этого видео никто не пострадал, но, к сожалению, это будет неправда. Мои ногти пострадали еще как. За последние 9 дней я сделала 3 наращивания и 2 снятия. Сколько это вообще все вышло в итоге? Я даже не считала, я боюсь. На создание этого видео я потратила больше 16 тысяч рублей, поэтому я буду очень рада, если вы поддержите меня и подпишитесь на мой канал, а еще поставите лайк на это видео. План был такой, выбрать дизайн, который можно сделать по-разному и при этом который в принципе может сделать любой мастер. И я остановилась вот на таком дизайне. Эти узоры не слишком сложные, если что их можно как-то видоизменить и ничего страшного не получится, потому что это не какие-то конкретные рисунки. Я не уверена, есть ли конкретно у этой девушки наращивание, но я наращивание буду делать, потому что у меня свои ногти просто микроскопически, реально рабочие руки. Но наращивание тоже будет небольшое, там двоечка, максимум троечка. Я даже не думала, что самым сложным будет найти дешевого мастера. Все ставят цену там в 100-150 рублей, но имеется в виду самая дешевая услуга, там например просто снятие гель-лака или просто лака, я уж не знаю. И среди всего этого я нашла объявление, где предлагают наращивание ногтей плюс маникюр за 1500 рублей. Время работы до 1 часа. Алло, здравствуйте, меня зовут Эвелина, я хотела бы к вам записаться на наращивание покрытия и дизайн. Сегодня я только поздно вечером. А вас сколько не подскажете? 21.30. Хорошо, если вам удобно, я буду рада к вам подойти. Сегодня у меня будут ногти. В студиях по маникюру у меня даже не было надежды найти какого-нибудь дешевого мастера. Все-таки там надо платить зарплаты сотрудникам, надо арендовать помещение. Поэтому мастера с дешевым ценником я искала среди частников. Девочки делают маникюр на своей какой-то маленькой студии или вообще чаще всего дома. Вообще им можно только позавидовать. Хорошо зарабатывают, у них свободный график, работают сами на себя, когда и с кем хотят. Для того, чтобы работать из дома, не обязательно работать мастером по маникюру. Достаточно обладать soft skills. Если вы тоже мечтаете о своем деле или хотите уйти с офиса работать домой, то курс soft skills для успешной работы от Академии Эдюсон будет очень кстати. Вас научат договариваться даже с самыми сложными собеседниками, справляться с неоднозначными ситуациями и управлять конфликтами, чувствовать себя уверенно в любых рабочих и жизненных ситуациях. Ну и, конечно, грамотно распоряжаться своим временем и все успевать. Вы получите конкретные инструменты для эффективного планирования, а также о приортизации задач решения проблем и общения с другими людьми. Все эти навыки помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Они не привязаны к конкретной профессии, они позволяют хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. Кстати, доступ к контенту и обновлениям бессрочный. Курс регулярно обновляется и вам будут доступны все новые темы и кейсы. А теперь внимание! По промокоду UVELINA будет скидка 50% на курс, а кроме скидки можно еще вернуть 13% от государства как налоговый вычет. И в конце курса вы получите официальный диплом. Ознакомьтесь с полной программой курса на сайте Edison. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы сейчас видите на экране и прокачивайте свои навыки. Я позвонила и записалась. И мне повезло! Девушка смогла меня принять прямо в тот же вечер. Но она обещала, что сделает все за час, так что, возможно, я даже не поздно ночью вернусь домой. Мой опыт работы более 8 лет. Девушки, не обижайтесь на меня, если я не смогу вас принять в тот же день. Меня приняли! Вы должны понимать, что цена зависит от качества материала и сложности дизайна. Но по Питеру это была одна из самых низких цен. Значит ли это, что качество материала хромает? В стоимость входит маникюр, работа и любой дизайн. Принимаю у себя. И ближе к ночи я отправилась на маникюр. Все происходило у женщины дома. Было достаточно уютно и приятно. Честно сказать, интерьер не внушал доверия какой-то стерильности. То, что вообще инструменты как-то обрабатываются. Естественно, за такие деньги ни о каких одноразовых пакетах, которые вскрывают прям при тебе. И речи быть не может. Это были просто ножницы, которые лежали на столе. Я даже не знаю, обрабатывали их или нет. Возможно, через месяц кому-то стоит провериться на гепатит. Не страшно идти к кому-то домой. Хотя, знаете, это тоже, наверное, к какому-то незнакомому человеку. Идешь домой, не знаешь, что тебя там может ждать. Но почему-то меня это не пугало. Меня пугало подцепить что-то. Я хочу вам просто напомнить, что стерильные инструменты это очень важно. Недостаточно их просто протереть спиртовой салфеткой. И вероятность подцепить гепатит или даже ВИЧ от необработанных инструментов вполне реально. К сожалению, я не успела ничего подснять, потому что мастер работала просто невероятно быстро. Накрасила один ноготь в лампу. Лампы было две. С двух сторон. Я впервые в жизни такое увидела. И вот так вот это все по очереди происходит. И это просто невероятно. И вы не поверите. Вот эти ногти с наращиванием мне сделали меньше, чем за полтора часа. Да, получилось не идеально. Но зато за полтора часа и за полторы тысячи рублей. Итак, сейчас на экране вы видите первые ногти, которые мне сделали за полторы тысячи рублей. Напишите в комментариях, дорого ли это для вас. За сколько вы делаете маникюр? Только обязательно пишите, из какого вы города. Потому что я уверена, что цены в зависимости от регионов меняются. У нас в Санкт-Петербурге 1500 за маникюр. Это действительно недорого. Честно, сделано не очень аккуратно. Мне делали верхнее наращивание. И вот как его прилепили, так она внизу и осталась. Никакого, я не знаю, выравнивания или как это называется, мне не делали. Как получилось, так и пошло. Мне даже не сделали матовое покрытие, как было на фотографиях, потому что его просто не было. Сам дизайн получился не очень аккуратный, но все-таки сделали достаточно быстро. Мне снова повылазили все заусенцы уже на следующее утро. Так я проходила три дня, мои ногти уже были вообще совершенно неаккуратны, и я пошла снимать. Я могла проходить с этим маникюром и дольше, но настало время делать ногти за 4,5 тысячи рублей. Я пошла в салон, и естественно, мастера начали спрашивать, почему я так рано снимаю ногти. Они же видят, что они не сильно отросли, значит, я их делала недавно. Естественно, я им не скажу о том, что я снимаю такой видеоэксперимент. Поэтому я сказала, что мне неудобно ходить с такой длиной. Когда мне сняли эти ногти, были обнаружены очень жесткие пропилы, которые мне оставила мастерица за 1500 рублей. А я еще думаю, что так больно? Ну, короче, еще после этого маникюра за 1500 рублей мне еще полгода придется отращивать ногти, чтобы эти пропилы просто отросли. Я сняла эти ногти, и в этот же вечер меня записали в студию, где я сделала ногти уже за 4500 рублей. И мне вообще было так приятно, что вот девушка-администратор, которая со мной общалась, сказала, что Ну, вообще, сейчас нет свободных мастеров, но если вам очень хочется, другой мастер может прийти ради вас. И мне почему-то это так приятно, как будто такая клиентоориентированность. В общем, я смогла сделать ногти в этот же день. Студия прям очень современная, там очень крутой дизайн. И вот прям ощущается, что туда ходят молодые зумерки. В салоне за 4500 рублей пакет с инструментами вскрывался прямо при мне. Я понимаю, что это не гарантия того, что инструменты хорошо обработаны, вот честно. Все, что угодно можно запихнуть в пакет, оно не становится от этого обеззараженным. Но у меня, как у клиента, реально складывается какая-то иллюзия безопасности, что ли. Сначала мне сделали маникюр и сделали покрытие специальным заживляющим лаком, потому что пропилы были реально жесткие. Естественно, мастер меня спросила, откуда и что это такое вообще. И я сказала, что это просто неудачный эксперимент с подругой, которая училась на мне делать ногти. Но не могу же я сказать, что я пошла делать ногти за полторы тысячи и сейчас прихожу к вам делать такой же дизайн, чтобы сравнить. Это было бы нечестно. Как минимум, они бы старались сделать лучше. Поэтому весь этот эксперимент держался в тайне до последнего. Мне сделали маникюр наращивание, покрытие и дизайн за два часа. И в этот раз я была просто в полном восторге от того, что у нас получилось. Честно, эти ногти мне было очень жалко снимать, но для видео все-таки пришлось это сделать. Поэтому через три дня я пошла, сняла ногти и попыталась записаться в салон за восемь с половиной тысяч рублей. И у меня это не очень получилось, потому что у них не было свободного времени. Я что-то, знаете, как-то даже удивлена, что такой большой спрос на ногти за восемь, мать его, с половиной тысяч рублей. Это что вообще такое? Откуда у людей столько денег на ногти, которые надо будет потом снять через три недели? Через три недели ногти надо снять. Окей, давайте посмотрим, что же это за ногти такие волшебные. Единственное, окошко в этот салон было только через несколько дней и в десять утра в будний день. Я честно в шоке. Я просто в шоке. Но я-то, конечно, пришла. Я пришла в этот салон, там был отдельный кабинет для маникюра. И когда я показала мастерице дизайн, она начала меня отговаривать. Она говорила, что это слишком сложно, она просто не хочет рисовать. Простите, а за восемь с половиной тысяч вы хотите мне просто сделать нюдовое покрытие и френч нарисовать? Или что? Я не понимаю. Но я ее убедила, что нужно делать именно этот маникюр, и у нее все обязательно получится. Я ее поддерживала как могла. Все критерии, по которым я буду оценивать все эти три места, я расскажу чуть позже. Но сразу вам скажу. В салоне за восемь с половиной тысяч рублей мне не предложили ни кофе, ни чай, ни воды. И мне пришлось самой это просить. Я просто нища. Давайте... Я вот просто нищая. Восемь с половиной тысяч рублей для меня много, и я жду, что мне будут ноги целовать. Получается, что так. Получается, что так, да. Я просто реально ожидала какого-то отношения получше, чем в салоне за четыре с половиной тысяч рублей. Спойлер. В салоне за четыре с половиной тысячи рублей мне предложили чай, кофе, воду, все что угодно. Я не понимаю, может быть, у меня реально какие-то слишком завышенные требования. Но, по-моему, за восемь с половиной тысяч рублей можно хотя бы предложить кофе. Почему я должна его сама просить? Я пришла в салон к десяти утра в будний день. Можно мне, пожалуйста, предложить кофе? Вы не в курсе, но я ехала к вам на метро. Нищая пыталась отбить все восемь с половиной тысяч, которые она вложила в эти ногти. Мне делали маникюр, покрытие и дизайн больше четырех часов. Я не прошу вас делать за час, как девушка за полторы тысячи. Да, там хромала техника, качество. Но не четыре часа. Если вам вдруг кажется, что я вас обманываю, я просто сходила везде на маникюр за тысячу рублей, то нет, вот че. Да, я реально потратила на вот эти вот ногти восемь с половиной тысяч рублей и четыре часа своего времени. Ну и по традиции таких видеоэкспериментов, да, у меня много таких видео, можете посмотреть их в отдельном плейлисте. Давайте сделаем сравнительную таблицу. Итак, критерии оценки. Интерьер, вежливость персонала. Сюда входит предложить кофе, чай и прочие приколы. Время работы, чистота, сам результат, это фотография. И схожесть с референсом. В первом месте, где мне сделали маникюр за тысячу пятьсот рублей, интерьер был, ну, очевидно, на ноль из десяти. Вежливость персонала. Естественно, на ногтях за тысячу пятьсот рублей мне ничего не предложили, ни чай, кофе, ни воды. Времени на это не было. Все происходило просто очень быстро. Я вам говорю, мне реально сделали наращивание покрытия и дизайн меньше, чем за полтора часа. Это просто магия какая-то. Время работы полтора часа, это десять из десяти. Чистота, ноль из десяти, честно, вообще, не внушает доверия абсолютно. Результат, один из десяти. Мои руки стали выглядеть, как руки пожилого человека. А я напомню, мне всего 22 года. Я даже не думала, что маникюр может так состарить мои руки. Мне просто было неприятно на них смотреть. Хотя, казалось бы, дизайн достаточно молодежный. И схожесть с референсом три из десяти. Как минимум, потому что не было матового покрытия. Рисунки мастер реально пыталась повторить. И у нее почти получилось. В салоне, где мне сделали ногти за четыре с половиной тысячи рублей, чисто на мой вкус, интерьер был десять из десяти. Я понимаю, что многие из вас со мной не согласятся, и вам может не понравиться такой интерьер. Поэтому комментарии всегда открыты. Если вы не согласны со мной, пишите в комментариях, какую бы вы оценку поставили тому или иному салону или мастерице. Вежливость персонала тоже десять из десяти. Возможно, вот это у мастера, к сожалению, нет окошечек, но ради вас он выйдет. Возможно, это даже ложь. Но я не хочу об этом знать. Мне просто приятно такое отношение. Время работы два часа. Да, это, конечно, не меньше, чем полтора часа, но тоже неплохо. Я тоже ставлю десять из десяти. Чистота. Я, конечно, проверить не могу, но чисто на мой субъективный взгляд внушает доверие. И я тоже поставила бы десять из десяти. Пакеты вскрывались прямо при мне. Этот белый интерьер создает впечатление какой-то стерильности. Схожесть с референсом. Ну, честно, рисунок не особо похожий, но он мне тоже нравится. И чисто по этому критерию я поставлю, наверное, пять из десяти. И в последнем салоне за восемь с половиной тысяч рублей интерьеру я поставлю восемь из десяти. Он хороший, приятный, но это просто не мое. Я не чувствую там себя комфортно. Но мне очень понравилась у них палитра цветов. Я впервые вижу, что палитра лаков находится в книжечке, а не на вот этой вот штуке, веере. Меня очень впечатлило. И я когда попросила ее посмотреть, мастер начала говорить, слава богу, посмотрите, может вам что-то понравится, и мы сделаем вам другой дизайн, только не этот. Но я была настойчива и сказала, нет, делаем вот эту вот штуку у меня на ногтях. Время работы четыре часа. Я понимаю, что некоторые могут даже дольше делать, но по сравнению с другими мастерицами, которые мне сделали даже за два часа наращивание покрытия и дизайн, тот же дизайн. Четыре часа это явно много, поэтому насчет времени я ставлю три из десяти. Частота десять из десяти. Опять-таки, я не могу знать, обрабатывают они инструменты или нет, но просто складывается впечатление, что инструменты обрабатываются. Пакет, естественно, скрывается при мне, и ты как бы в голове такой надеешься, ну я восемь с половиной тысяч вообще на что плачу, надеюсь, у них есть штука, чтобы обрабатывать эти инструменты. Схожесть с референсом. Мастерица очень старалась, и мне кажется, что у нее рисунки вот ближе всего приближены к оригиналу, просто не очень аккуратно это сделано, потому что у самой мастерицы не было много опыта в рисунках подобных. Поэтому чисто за старание я ставлю шесть из десяти. Прямо сейчас на экране вы видите все работы за полторы тысячи, за четыре с половиной тысячи и за восемь с половиной тысяч рублей. Пишите в комментариях, какая вам нравится больше. Написали? Теперь я скажу свое мнение. Мне больше всего понравилась вторая работа, вот честно. Мне понравился и цвет, и рисунок, он был такой аккуратный, я бы лично сама никогда не смогла бы так сделать. Можете также посмотреть другие мои видеоэксперименты, например, где я заказываю одинаковые бента тортики за разную стоимость. Или, например, где я заказываю обработку фотографий также за разную стоимость. В этом плейлисте вы найдете очень много всего интересного. Не забывайте еще подписываться и оценивать это видео. А меня все еще зовут Эвелина. Удачи вам, друзья, и до скорых встреч в новых крутых видосах.